Внешний долг Кыргызстан погасит вовремя. Опасений, что этого не произойдет, нет. Так президент Садыр Джапаров ответил на вопрос информагентству Кабара о том, как государство намерено обслуживать свой внешний долг. «Не на один день, не на один час не опоздаем. У нас есть источники. Такие опасения были два-три года назад. Мы все переживали, как будет выплачиваться внешний долг. А сейчас таких опасений нет. Если все будет спокойно, от всех долгов избавимся. Ахлбек Джапаров просто напоминает депутатам о внешнем долге. Потому что отдельные депутаты, популисты, специально выступают против принятия законопроектов, которые будут способствовать росту экономики. Ахлбек Джапаров говорит им, что нужно не забывать о внешнем долге. В этом году нам нужно выплатить 270 миллионов долларов. Поэтому необходимо поддержать законопроекты, которые принесут прибыль. В парламенте я тоже просил об этом депутатов. Когда дело касается экономики, популизм нужно оставлять». А говорит глава государства о выступлении председателя Кабмина Ахлбека Джапарова, где он отмечает, что пик выплаты внешнего долга придётся уже на следующий год. «Я никого не пугаю, но в случае, если мы не сможем выплатить долг, экспортно-импортный банк Китая введёт управляющую компанию, которой перейдут наши стратегические объекты, вроде Тецбишкека, Даткакимин и дорога Север-Юг. Поэтому мы должны избавиться от петли у нас на шее и объединиться в одном направлении, а не сидеть, надеяться на Бога. Мы должны сохранить независимость». На 2021-32 годы приходится 83% всех платежей в обслуживании и погашении текущего внешнего долга. При этом собираемость поступлений в бюджет страны к 2024 составит до 600 миллиардов сомов. С 2023 по 2028 годы Кыргызстан должен выплатить не менее 400 миллионов долларов, в некоторых случаях и до 460 миллионов долларов. На ближайшие пять лет на выплату внешнего долга предусмотрено от 35 миллиардов до 50 миллиардов сомов. При этом 50% из этих средств составляет обслуживание и погашение кредитов Эксимбанка Китая. Так, в течение следующих 10 лет государству предстоит погасить многомиллиардные долги, которые были заимствованы на протяжении 30 лет независимости страны. «Судьба предписала, что эта большая проблема выпала на мой срок. По предыдущим данным, в этом году по внешнему долгу нам необходимо выплатить сумму в 23 миллиарда сомов, в следующем – около 25 миллиардов сомов. В течение следующих 10 лет нам придётся погасить долги, которые мы набрали за 30 лет. Если мы не заплатим, как известно, независимость страны будет под угрозой. Нам необходимо дать обещания народу и проявить решимость в решении таких серьёзных проблем, как внешний долг. Я надеюсь, что такие серьёзные вопросы удастся решить с поддержкой народных избранников». Говоря об этом, аналитики отмечают, что внешние заимствования сформировались не за короткий промежуток времени, а сумма на сегодня – чуть более 4 миллиардов долларов. Более миллиарда из которых были взяты у китайского Эксимбанка. И у Кыргызстана есть возможность выплатить все свои задолженности перед Китаем и другими странами. «Попало как раз этот период на нынешнее правительство. Но я уверен, что правительство найдёт ресурсы. Они находятся как раз в поисках. Очень много было промышленных предприятий открыто в этом году. Открывается. Много государственных очень интересных программ. И Кумтер тоже заработал. Наверное, найдёт. И надеемся, что они будут погасить долг без проблем». При этом Садыр Джапаров опроверг домысла о том, что при его правлении внешний долг увеличился на миллиард 200 миллионов долларов. А ранее подписанные соглашения предусматривают, что половина полученной суммы – грант и половина кредит. Однако ни одна сумма кредита в прошлом году не превысила 100 миллионов долларов. Кыргызстан продолжит ежегодно погашать свой внешний долг. «Надо государственной функции, по которым государство уплачивает обязательства, передавать частный сектор, увеличивать базу налогоплательщиков за счёт этого. И за счёт обычных стандартных налогов или за счёт уменьшения налогов, если срабатывает кривая лафера, есть такое понятие, меньше налогов требуешь, больше платежей получаешь. Потому что люди из тени выходят, например, и регулярно начинают платить налоги, если не надо много платить. За счёт этих денег можно перекрыть внешний долг». К слову, в этом году удалось значительно увеличить сборы налогов и таможенных пошлин. Если за первое полугодие прошлого года налоговая служба собрала 47 миллиардов сомов, то за шесть месяцев этого года эта цифра составила 68,8 миллиардов сомов. А таможенные поступления за период с января по июнь прошлого года составили 20 миллиардов сомов. А за аналогичный период этого года сумма составила уже 31,2 миллиарда сомов. Впрочем, сейчас необходимо не только увеличивать сборы налогов и таможенных пошлин, но и создавать дополнительные источники дохода. Кабмин сегодня для увеличения доходов бюджета предлагает разные меры, в том числе разрешение игорной деятельности. От этого планируют получать прибыль до 5 миллиардов сомов ежегодно. Причем кыргызстанцам запрещено посещать такие заведения. К сожалению, отдельные парламентарии политизировали этот вопрос. Но в целом Джорг Кенеш поддержал эту инициативу. В ходе своего выступления президент отметил увеличение налоговых и таможенных платежей. Сейчас идет разъяснительная работа по поводу внедрения контрольно-кассовых машин. Ведь, как вы знаете, основой налоговой реформы стало повсеместное внедрение ККМ. А это поможет вывести экономику из тени и тоже будет способствовать увеличению налоговых доходов. Сейчас стоит задача по борьбе с инфляцией и обеспечению положительной динамики роста экономики. А для этого, как неоднократно отмечал глава государства, предпринимаются меры в том числе по привлечению инвестиций и созданию самых благоприятных условий для ведения бизнеса.